Сарга 90. История о Чудале. Пояснение сказки о драгоценном камне Чинтамане. Шахидваджа спросил. О, сын богов, объясни мне еще раз истории об искателе драгоценного камня и о пойманном слоне в лесах Вииндхе. Чудала молодой аскет сказала. Слушай внимательно. Я нарисую картину смысла своих слов на холсте твоего разума в доме сердца, объяснив эти истории. О, великий царь! Тот человек, который изучил множество писаний, но не обрел знания мудрости и который искал драгоценный камень, это ты. В своем знании писаний ты подобен солнцу на склоне к горы Меру, но ты не смог обрести спокойствие знаний истины, как камень, утонувший в воде. Знай, о Садху, что драгоценный камень Чинтамани — это полное отречение. С ним ты обретаешь освобождение от всех страданий. Чистосердечным отречением от всего достигается все, о безгрешный, в полном отказе настоящая власть, с которой не сравнится никакой камень. О Садху, ты отрекся от всего, и это отречение превосходит любые мирские достижения и способно привести к самопознанию. Ты оставил свое царевство, все богатство, друзей и родственников, подобно создателю Прахми, окончившему работу по сотворению мира и погрузившегося в ночной сон. Потом ты ушел очень далеко от своей страны в этот лес, подобно коруде, который, схватив черепаху, отправился отдыхать на край света. Однако после своего полного отречения ты оставил себе чувство эго, как в осеннем небе, очищенным ветром от облаков и туманов, остаются клочки тумана. Когда в сердце прекращаются разумы мысли, мир становится полнотой Абсолюта. Ты же подобен пространству, покрытому, пеленой облаков мыслей об отречении и неотречении, поэтому у тебя нет этого высочайшего блаженства, которое обретается действительным отказом от всего, и ты должен. И ты должен. Продолжаешь искать чего-то еще. От мыслей и беспокойств постепенно возрастает сила понятий, как ветер раскачивает деревья в лесу, а при отречении понятия и беспокойства полностью пропадают, как в бессветрии деревья перестают качаться. Но откуда взяться отречению, если остается хотя бы немного беспокойств? Как может остаться неподвижным дерево, когда дует ветер? Беспокойство и волнение называются умом или по-иному понятиями и фантазиями. Если понятия продолжают проявляться, можно ли это назвать отречением ума? Когда разум охвачен беспокойствами, в нем мгновенно возникают все три мира, осадху, как может в нем появиться полный отказ от всего? Когда внутри появляются понятия, отречение улетучивается, как при любом шорохе взлетают стайки деревенских птиц. Отречение покинуло тебя, забрав и свой плод, высшую свободу от всех беспокойств. Как только сожаление достойно, приглашение гостя, а потом не оказание ему уважения. Олато-Саокий, когда пропал драгоценный камень полного отречения, ты по невежеству принял за ценность стекляшку аскетических практик. Из-за невежественного понимания ты ухватился за аскезу, приносящую страдания. Забыв о луне, ты очаровался ее отражением в луже. Отказавшись сначала от желаний и привязанностей, ты привязался к бесконечным аскетическим практикам, которые трудные в начале, середине и конце, поддерживают желания и приводят только к страданиям. Кто отворачивается от безграничного легкодостижимого блаженства и устремляется к ограниченным и труднодостижимым объектам, того считают клубцом и самоубийцей. Начав с отказа от всего, ты не обрел полного отречения и по глупости привязался в этом лесу к аскезе, приносящей боль. Отказавшись от несвободы и царевства, полной страданий, ты теперь связан крепкими оковами, называемыми жизнью в лесу, осадху. В два раза больше тебе приходится беспокоиться о холоде, жаре, ветре и других условиях. Я думаю, что жизнь в лесу еще больше связывает того, кто к ней непривычен. Ты думаешь, что добыл драгоценный камень Чинтамани, в то время как ты не владеешь даже осколком этого кристалла, осадху? Олота Саокий, я полностью объяснил тебе смысл этой истории о поисках драгоценного камня. Подумав и поняв ее смысл, реши, что лучше, и следуй решению, сохраняя понимание, шкатулки своего разума. Такова сарка девяностая, история о чудале, пояснение сказки о драгоценном камене Чинтамани, первой части книги шестой об освобождении, Махара Маянны, Шри Васиштхе, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok